...в настоящем рынке строительном. Любовь всегда находится на краю, всегда на острие. Я как человек осторожно сказал, что, конечно, я против того, чтобы люди на гвоздях танцевали. Она понимает ногу, у неё по ноге течёт стройка крови. Пару мы нашли на конкурсе по бальным танцам. Мы будем танцовать венский вальс, но это будет очень быстрый темп. Сами ребята выверили эти шаги, замкнули круг, по которому они будут ходить. В общем, мы будем снимать картинки. Продолжение следует... Релиф мы снимаем над песню «Барышня». Песня о желаниях и возможностях, о том, что есть счастье. Паша споёт треки, а потом наши актёры, ребята будут танцевать, танец на вот этом замечательном подиуме, который состоит из гвозди. В общем, пока всё нравится. Павел Кашин – это артист большой буквы. Его отличает не только какой-то совершенно божественный талант и уникальные способности, как музыкальные, так и поэтические, но ещё за ним огромный стоит волшебный духовный мир, который он своим творчеством умеет правильно выражать. Я могу сказать, что это совершенно уникальный, фантастический, неординарный человек. Очень образованный, очень интеллигентный, очень мягкий, очень тонкий. Такой вот волшебник с большой буквы. Всё, приготовились. Фонограмма. Я родился в Северном Казахстане, Кустанай. Это буквально 200 километров от Казахстана. Кустанай я учился в музыкальной школе, и в 13 лет я уже поехал в соседний город, очень далеко от стоящей, по тем пониманиям, в 40 километрах. Город называется Рудный. Там я закончил музыкальное училище. В Питере я первый раз попал ещё до армии. И мне было лет 15-16, я приехал за саксофоном. Мне очень хотелось научиться играть на нём. Я не знаю зачем, потому что потом я всё равно бросил. Я приехал в Петербург, вышел на Приложиданную площадь, и понял, что я люблю этот город, там сразу Невский. Потом я попал по стечению обстоятельств в армию. И после армии у меня никаких сомнений не было, что я должен купить билет в Петербург. И действительно через месяц после армии я приехал в Петербург. Помню, это было первое мая. Весь город праздновал праздник. И я сразу нашёл какую-то компанию, с которой я тоже праздновал праздник. И я познакомился с музыкантами «Роклуба», познакомился с группой «Духи». Мы играли, я впитывал всю эту петербургскую культуру. Это превратилось в какой-то такой абсолютно безденежный, но очень счастливый период жизни. А года через три я уже записал свой сложный альбом, и каким-то чудом он стал популярным. В один прекрасный сентябрьский день в Петербург приехали две девушки, одна из которых была Ирина Микошичья. Она за три дня чётко донесла до меня, что, конечно, настало время собирать камни. Мои съёмки закончились, мои треки. Это был самый, наверное, счастливый клип в моей жизни. Два часа в тёплом павильоне, сидя, ничего не делая. «Барышня» — это один из первых моих опытов. Написание песни о том, о чём мы хотим сказать, но наш мир не может говорить об этом, потому что это считается неприличным. Я попробовал сделать это приличным, насколько это возможно. Тот клип на сценарии, в котором мы остановились, он, я бы сказала, больше операторский. И там многое зависит не от сюжета, и даже не от актёрской игры, а именно от операторского искусства. И сам сценарий, идея этого сценария принадлежит как раз оператору, которого зовут Сергей Бледнов. Он человек очень креативный, очень творческий, и которым легко работать, потому что он чувствует всё спешно. Песня называется «Барышня». Это такая песня в ритме венского вальса. Мне клюнула такая идея, что снять вальса на гвоздях. Любовь всегда находится на краю, всегда на острие. Можно наколоться, всегда можно порезаться. Всегда нужно очень аккуратно наступать, чтобы не наколоться и потом просто не страдать от этого. Такая идея, это смысловая идея. Конечно, её воплотить, но не так просто. Приготовились! Фонограмма! Я мало участвовал в написании сценария, просто мы встретились, я, Ирина и Сергей. Мы стали фантазировать, что можно сделать, и Сергей предложил эту идею танцевания на платформе, усиленные гвоздями. Я, как человек, осторожно стоялся, конечно, против того, чтобы люди на гвоздях танцевали, но мне сказали, что это не мое дело, и я успокоился. Нам нужна была очень романтичная пара, потому что песня «Барышня» абсолютно романтичная, и персонажи, которые там должны играть, они должны соответствовать имиджу барышни-барышня, и имиджу молодого человека-молодого человека. Пару мы нашли на конкурсе по бальным танцам, увидели эту барышню, мы с ней сразу договорились, и партнер нам тоже ее подошел, и ребята с удовольствием согласились, и вы увидите в их клипе, и вы поймете, почему мы выбрали ее на ней. Меня зовут Антон, это моя партнерша Марина. Мы танцевали на турнире, к нам подошли, и предложили сняться в этом клипе. Ирина сказала, что им в клипе нужна будет барышня, и образ Марина, как она подошла под этот образ. Ребята приходили у нас за два дня до съемок, и танцевали на подиуме еще без гвоздей, и какие-то фигуры их танца по следам были очерчены, и потом эти места оставались пустыми. То есть вот под их фигурой там пустые островки, и они должны протанцевать свой танец таким образом, чтобы не задеть гвозди. То есть в принципе для них это экстремальная опасная ситуация, которую мы и хотим отразить здесь. Мы здесь купали на самом настоящем рынке строительном, поэтому все будет заправлено. Мы отсняли танец на гвоздях, очень сложная съемка. Вот она, в общем-то, получилась, на мой взгляд, очень интересная. То, чего мы хотели, того мы, в принципе, и добились, даже что-то новое для себя нашли. Нам еще надо будет танцевать, будет снимать нашу верху. Мы будем танцевать венский вальс, но это будет очень быстрый темп, как раз такой, какой у Паши в музыке был. Он достаточно быстрый, не такой, как обычный вальс. Приготовились, панограмма. Начали. Вот начинаете с того, что вы мало знакомые люди, как-то вот, да, и еще как бы присматривайтесь. Потом, знаешь, вот так... Вы сыграете? Да, я не можем, вот так. Вы все можете. Я просто хочу, чтобы у вас танцы, вот еще история между собой отношений. Когда начинаете, когда столько присматриваться, как бы воздух между вами не общий. Потом вы соединяете ближе друг к другу. Сейчас мы готовимся к одному плану для перебивки. Он очень короткий, но будет иметь смысловое значение. Один кадр с гвоздя, а другой, она поднимает ногу, у нее на ноге течет стройка крови. Приготовились. Вы готовы все. Камера. Нога водим. Итак, съемки клипа закончены. Мы все довольны, счастливы. Поехали праздновать, отмечать. Спасибо всем большое. Спасибо. 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 Солнце и плечи, ветер и волосы. Время устало делиться на полосы. Жизнь в обещании вечной весны. Я сочиняю вам стихотворение. Я начиняю его озарением. Барышня, барышня, вы безвозвратно пьяны. Дайте мне руку нынче непросто ходить на мысочках по чистому воздуху в метре от прокаженной земли. И я обеспечу вам ваше парение тайными клятвами и уберениями солнца и ветер в бокале сухого шабли. Я сочиняю вам ваше парение. Белые акации в мае так сложно не впасть в левитацию. Жизнь в ощущении легкой вины. Барышня, 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 вы несказанно бледны. Бледная мимика скомканной грацией. Я обретаю удел декораций. Жизнь с ощущением легкой беды. Барышня, милая, ваши сомнения, Лишь составляющая уравнение. Жизнь под лучами счастливой звезды. Жизнь под лучами счастливой звезды. Подожди, стреляй по блюдцам. Все мечты в одном сольются. И я тогда одним веслом. Дар любви от дара боли Отличают чувства воли. Я считаю, что песен нужно петь много новых, потому что они имеют смысл только, когда их поют. Когда они лежат где-то на полочке, они смысла не имеют.